С начала предвыборной кампании во Флорежском районе были обустроены 72 избирательных участка. Организованы избирательные комиссии, в них будет работать 580 человек. Уже готовы списки избирателей, а по премарии им распределены кабинки для голосования. Кроме того, проведен инструктаж секретарей о возможных ситуациях в день выборов. Голосование на избирательных участках пройдет с 7 часов утра до 21 часа. Согласно избирательному кодексу, избиратели голосуют лично. Голосование за другого человека запрещено. За несоблюдение закона предусмотрено уголовное и административное наказание. В день выборов 30 ноября избиратель обязательно должен иметь при себе удостоверение личности и сопроводительный лист. Иначе он не сможет проголосовать. Если по каким-то причинам у избирателя отсутствуют необходимые документы, то он может получить временное удостоверение личности в паспортном столе. Важно ли участвовать в выборах? Да, обязательно. Это наше право по Конституции. Наше будущее зависит от выборов. Выберем лучшего кандидата, чтобы он сделал лучшим будущее. Потому что каждый человек имеет право на голос. И голос каждого человека важен. Можно определить судьбу. Разве нет? По словам председателя избирательной комиссии, особенностью этих выборов будут новые бюллетени для голосования. Они разбиты на 26 делений в соответствии с зарегистрированными кандидатами. Слева размещен символ партии, а справа пустой круг для печати избирателя. В случае, если печать была поставлена неоднократно или вообще отсутствует, бюллетень считается недействительным. Избиратель вправе получить второй бюллетень. При этом первый будет аннулирован. Избиратели, которые не смогут прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, за 15 дней до выборов, начиная с 14 ноября, могут написать заявление на соответствующем участке, чтобы получить право голосования по месту жительства. Такое заявление можно подать до 29 ноября и приложить к нему заключение врача о состоянии здоровья. Если человек уезжает и не сможет голосовать на своем избирательном участке, то он может воспользоваться специальным сертификатом на новом месте пребывания. Его можно получить в премырии по месту жительства. Однако, необходимо учесть, что такие сертификаты действуют только на территории Молдовы.